всем привет с вами канал шутинский я его ведущий Никита Лукашев я сегодня нахожусь в Ижевске наконец-то у меня долгожданный выходной воскресенье полностью без тренировок на сборе и соответственно я хочу для вас заснять обзор биатлонового комплекса конечно же Ижевска это получается у нас реально мекка биатлона точно так же как циктовкар это лыжная мекка здесь проходят знаменитые старты ижевская винтовка да и в принципе большинство крупных стартов россии проводится именно здесь и всероссийские этапы взрослого биатлона юниорского биатлона в общем-то ну большинство биатлонистов по крайней мере зимой с этим стадионом точно знакомы я для вас как раз хочу записать этот обзор и он будет в абсолютно новом формате для моего канала это будет чисто озвучка я сейчас для вас засниму постараюсь заснять много красивых кадров с этой трассы а после по приезду домой я это все дело просто озвучу так как за 18 дней сбора я конечно же узнаю больше информации об этом стадионе и о той же уже роллерной трассе и инновационных кругах ежели я это сейчас просто как обычно я это делал озвучу во время показа соответственно трассы как я это делал снимая на gopro но надеюсь вам такой формат ролика понравится и тем более сам стадион довольно таки интересный честно говоря как раз таки делаю этот новый формат этого видео из-за того что у меня не особо настроение здесь конечно и морально тяжеловато так далеко от дома но думаю хуже ролик точно не станет из-за новой рубрики а возможно даже будет интересней слушать как мне кажется так что надеюсь вам понравится и всем приятного просмотра начнем обзор служи роллерной трассы ее длина составляет 4 5-4 7 километров выйти на трассу можно через калибру который напротив выхода из гостиницы для нее 300 350 метров но она чаще всего в течение дня закрыта открывают рано утром и вечером некоторые перелази через забор справа от этой калитки данном месте проходит скоростной участок трассы где скорость на лжероллерах достигает 60 70 километров в час зависимости от того как вы растолкаетесь и из-за неосведомленного посетителя стадиона может случиться несчастный случай это моя теория почему эту калитку закрывают в течение дня и соответственно на проведение официальных мероприятий тоже ее закрывают официальный вход расположен в судейском домике на стадионе вроде бы вход бесплатным так как я числюсь уже официально за удмуртскую республику этого не проверял лучше входить через него если вы на сбор приехали и вещи храните в акс кабине или у вас стрелковая тренировка в любом случае нужно идти через официальный вход так как там располагается пост охрана также на трассе есть схема лыжероллерной трассы на которую можно увидеть ее километраж устройство петель и цветом обозначена их сложность такой есть не на всех стадионах поэтому мелочь а приятно сейчас я вас виртуально проведу по лыжероллерной трассе раньше это делал живую теперь это будет формате озвучки сначала осмотрим верхний круг на который мы попадаем от входной калитки это самый сложный и рельефистый участок данной лыжероллерки движение начинается почти сразу в подъем он самый сложный и лобовой далее будет идти участок с небольшим наклоном трасса будет петлять иметь небольшие участки под спуск и по итогу подведет нас к развилке где стыкуются два подъема верхней трассы второй подъем тоже имеет хороший уровень наклона и можно его считать тоже лобовым и почти сразу выводит нас на спуск ежели предыдущий до начала спуска ведет небольшой тягун спуск будет довольно скоростным иметь повороты может вызвать сложности у неопытных спортсменов или любителей спорта скорость на нем достигая спокойно 55 километров в час на медленных роллерах и на стартах я разгонялся более 60 километров в час местные говорят 70 80 тоже делали но это уже совсем запредельно спуск сразу выводит нас на стадион докатываемся с него почти до конца стрельбища этот участок считается красным и оранжевым более длинный участок красный имеет длину 2 и 2 километра который покороче 1 и 8 соответственно оранжевый участок оставшаяся часть трассы это синяя и зеленая петли зеленая петля имеет расстояние 2 и 5 километров синяя соответственно один километр сразу скажу что вы вряд ли сможете заблудиться так как все размечено стрелочками как только преодолели скоростной спуск мы делаем поворот вдоль стрельбища едем к повороту налево который ведет нас как раз таки на зеленую и синюю часть трассы после поворота небольшая кочка и далее равнина метров 400 450 после нее развилка синяя трасса ведет нас налево на пологий спуск зеленая жена права сразу же к тягуну который довольно таки рабочий заканчивается поворотом который тоже идет с наклоном далее спуск с небольшим контр-уклоном проходится легко и без проблем после будет участок с небольшими подъемами и спусками 40 45 километров в час на скоростных роллерах думаю 40 даже это будет максим после спуска идет также участок с незначительными уклонами и спусками таким образом мы снова выйдем на развилку где можно было уйти на синюю трассу и повернем как раз таки на этот пологий спуск синей трассы который как сказал проходится тоже без особых проблем до выхода на стрельбище равнина и одна кочка перед самым выходом на стадион в основном большая масса людей спортсмены любители и дети катаются по зеленому и синему кругу мы на сборе тоже первые две недели использовали в качестве водной работы этот круг но для увеличения километража можно было подниматься до гостиницы калитки где развернуться и по левой стороне концовки скоростного спуска аккуратно вернуться к стрельбищу так зеленую трассу можно увеличить до трех километров для более развивающей работы как раз таки используется красная часть трассы но на самом деле ничего сложного нету в прохождении этого спуска но надо и учитывать что камера не передает уклонов и рельефа так как они выглядят в реальной жизни но я вам так скажу если вы катаетесь на роллерах какое-то время и себя уверенно на них чувствуете то спокойно можете идти на этот спуск и на эти подъемы ничего страшного не случится несмотря на то что спуск как я сказал проходится довольно хорошо если же вы стоите не первый день на роллерах и довольно опытный ездок стоит думать и безопасности так как скорость на этом спуске развивается до 60 километров в час спокойно и поэтому перед каждой тренировкой вы проверяете насколько у вас хорошо закручены гайки на колесах лыжи роллеров насколько у вас вообще хорошо управляются лыжи роллеры потому что с плохо управляемыми лыжи роллерами на такие спуски я бы ехать крайне не советовал вам бы потому что с плохо управляемыми теми же лыжи роллерами можно упасть из более легкого спуска также если у вас на трассе родной или на дороге общего пользования где вы катались всю жизнь нету таких спусков стоит покататься по зеленый и синим кругам так как вы привыкнете сначала к этой трассе и только потом можно будет идти на этот спуск, потому что даже я, опытный ездок, который катался в Сыктывка и корреспондент Дмитрий Лукашев тоже стоит на лыжероллерах 3-4 года и при этом нам было страшновато первый раз спускаться с этого спуска, поэтому все-таки нужно здраво оценивать свои силы. На территории биатлонного комплекса также можно встретить остатки предыдущей лыжероллерной трассы, которая на вид была длиннее, круче, так как в некоторых местах подъема и спуски реально выглядит гораздо-гораздо опаснее и также эта трасса уже чем новая, честно говоря не нашел информации когда положили новый асфальт, но во всяком случае в связи с тем, что началась застройка коттеджного поселка пришлось от старой трассы уйти к новой более компактной лыжероллерке и в некоторых местах асфальт от старой лыжероллерной трассы перешел в абсолютную негодность и даже в некоторых местах асфальт из-под этой лыжероллерки используется как имитационные подъемы. Кому-то может быть будут полезны данные полученные с моих спортивных часов. За полтора часа катания на лыжероллерах старт я преодолел 25 километров и общий спуск и подъем составил 443 метра на этой трассе. Конечно же затронем тему асфальта. Непонятно по каким причинам асфальт на скоростном спуске с его начала и до середины в плохом состоянии. Кто был в Сыктывкаре или слышал о состоянии асфальта там меня точно поймет, так как на данном участке асфальт такого же плана как в Сыктывкаре. Данный участок в первый раз может напугать катающегося, так как он может просто подумать, что эта петля вообще не запущена. Это что-то типа предупреждения для вас, но остальная трасса имеет очень хороший асфальт и кататься с комфортом можно будет абсолютно на любых лыжероллерах. Единственное конечно асфальт так себе. Хочу попросить прощения за отсутствие в этом видеоролике кадров с квадрокоптера. На самом деле они были, но во время поездки в Санкт-Петербург, которая состоялась уже после сбора июньского, я потерял квадрокоптер там где-то на третьей минуте во время съемки Эрмитажа на Дворцовой площади связь с пультом разорвалась и квадрокоптер видимо снесло ветром, там как раз таки стояли скорее всего также глушилки и квадрокоптер удалился в неизвестном расположении. Конечно очень жалко, он не прослужил два года DJI Mini 2, но я уже заказываю новый квадрокоптер DJI Mavic Air 2S, уже более профессиональный квадрокоптер и скоро он ко мне придет, думаю что кадры с квадрокоптера с воздуха этого стадиона я вставлю в какое-нибудь другое видео просто и вы все увидите. Несмотря на это данный ролик выходит, выйдет также travel blog с Санкт-Петербурга, который получился очень неплохо, много кадров со своего фотоаппарата со стабилизатором, очень много снимал на GoPro, очень интересный контент, но конечно все равно жалко потерять квадрокоптер, хоть это был не самый дорогой коптер, но все же я за него отдавал свои деньги, он мне прослужил два года веры и правды, очень много стартов, соревнований, различных обзоров стадионов я на него заснял, очень много красивых видов природы заснял, но все же придется с ним расстаться и будьте аккуратнее, так как взлетать в центрах крупных городов таких как Москва и Санкт-Петербург точно не стоит и следите за зонами, где можно и где нельзя летать, потому что вот такая вот проблемка у вас может случиться с вашим квадрокоптером, надо быть аккуратней. Индитационный круг имеет длину 4100 метров, очень хорошо на стадион мне показан план круга, помечены спуски и подъемы разными цветами, круг неплохой, имеет пару серьезных подъемов, заниматься можно даже в жару, так как лес дает прохладу и защищает от жары, это вам не биатлонный комплекс саранский с открытой местностью, это касается и лыжеролерной трассы, так как она тоже проходит почти вся в лесу. В Сыктывкаре конечно все масштабнее и длина круга вплоть до 10 километров, имитационного и подъемы гораздо серьезнее есть, но надо понимать, что это биатлонный комплекс, тем более рядом располагается стадион имени Кулаковой, где лыжероллерная трасса более рельефистая, хотя не длинней и имитационный круг порядка 7 километров тоже с более серьезными подъемами, поэтому с имитацией проблем на биатлонном комплексе нету, круг удобный, подъема вполне хватает для проведения сбора, тем более как-никак имитация это достаточно серьезная и важная тренировка в развитии лыжников в летний период. Теперь можно поговорить про постройки на стадионе, рубеж конечно же полностью автоматический, так как проводятся Кубки России, достаточно много известных биатлонных стартов России, судейский домик через который мы проходим на стрельбище, там же находятся комментаторские кабинки, вакс кабин тоже достаточно, они не самые лучшие, которые встречались мне на стадионах, но вместо положить вещи и помазать те же лыжи, хватит для команды, насчет того хватит ли их на большое количество команд точно сказать не могу, но скорее всего хватит. Есть мостик для прохода на рубеж во время стартов его используют и будка, где лежат коврики и она располагается конечно же очень близко к самому стрельбищу. Проживание, проживать можно в гостинице на комплексе, но честно скажу это не лучшее место для житья, все старое и качество проживания не лучшая сторона этого стадиона, но можно и потерпеть. В здании гостиницы, также есть столовая, но удивление весьма недешевое, у меня выходило от 800 до 1100 рублей в день и это минимальный комплект. В здании с надписью газпром находится интернат для проживающих на постоянной основе спортсменов, которые учатся в специализированной школе, также управление федерацией биатлона Удмуртской республики с медкомплексом и спортзалом и бассейном. Также в этом здании находится комната хранения оружия, комната для тренажа, помещение для складирования инвентаря местной секции. Кстати комната для проживания в этом здании гораздо лучше чем в гостинице. Неподалеку, а точнее в 500 метрах от комплекса, есть гостиничный комплекс Сосновый Бор с очень хорошими условиями проживания, но с более высокой ценой, при этом адекватный, как вариант жить можно там и качество проживания там будет прям очень-очень высокий, при этом также можно снимать квартиру, но ближайшая квартира по-моему в 5 километрах и придется вам туда ездить, выбор по проживанию только за вами. Из интересного рядом с биатлоном комплексом располагается храм Георгия Победоносца, при этом он абсолютно новый и введен в эксплуатацию недавно. Можно услышать по утрам колокольный звон и также во время сбора в тот же выходной сходить туда на службу, потому что приход там есть и по выходным служба проводится. Комплекс располагается достаточно удобно, всего 5-6 километров от центра, это 15-20 минут на такси, при этом загруженности на трассе я ни разу не видел и это 40 минут до вокзала Ижевского, где-то 12-14 километров. Единственной проблемой это может стать вызов такси, потому что в этом районе, как правило, не очень много машин и придется, даже когда вы едете просто в центр города, 15-20 минут подождать, пока к вам кто-то согласится ехать. Также в Ижевске есть аэропорт и, возможно, вы захотите откуда-то прилететь именно на самолете, потому что так будет быстрее. Мне вот, допустим, от Владимира добираться до Ижевска на машине 1100 километров, можно также доехать на поезде или на самолете, доехав до Москвы. Доведем итог, стоит ли ехать вообще тренироваться, проводить сбор на данном комплексе. Из минусов можно назвать только качество проживания в местной гостинице и цены на еду в столовой, располагающейся в этой же гостинице. Но можно и потерпеть, так как я 17 дней прожил и вроде бы справился в этом месте. А также можно исправить условия с гостиницей, проживая в Сосновом Бару, и там условия, как я сказал, очень-очень хорошие. А так, по рельефу на лыжероллерной трассе все хорошо, также и по имитационному кругу тоже все очень хорошо. Стрельбище все прекрасно и места в вакс-кабинах вам точно хватит. Если вы захотите поработать, вы можете просто выехать за 10 километров от комплекса на стадион имени Кулаковой. Там вас ждет хороший рельеф на лыжероллерной трассе и хороший рельеф на имитационном кругу. При этом расстояние там круга вплоть до 7 километров, думаю, этого достаточно будет. И я назвал как раз таки этот стадион имени Кулаковой провинциальным Сыктывкаром, потому что все вроде бы более-менее схоже с ним там. Как-то так выглядела новая рубрика. Напишите в комментарии, нравится, не нравится такой формат. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok